Украинская Атлантида Очень много моих коллег и знакомых, которые приезжали сюда отдыхать, довольны. Им очень нравится. И даже по сравнению с морями, здесь, наверное, лучше. Однако, кроме природной красоты, Бакота стала известной из-за печальной истории своего создания. Эту местность называют Украинской Атлантидой. В 1973 году началось строительство Днестровской ГЭС. Людям пришлось навсегда покинуть свои дома. Их села затопили. Переселение продолжалось на протяжении 8 лет. Людям разрешили выбрать, построить новый дом или купить готовый. Стареньким людям и инвалидам давали бесплатное жилье. Тарас Горобняк 27 лет прожил в Бакоте. Он помнит, где была школа и родительский дом. Помнит, как для будущего дна водохранилища выкорчевывали деревья и разбирали дома. Люди говорят, что там купол церкви из-под воды выглядывает, что там на дне видны дома и деревья. Не верьте, там нет ни деревьев, ни домов, которые в то время были из глины. Не могли они 40 лет под водой простоять. И церкви там быть не может. В селе церкви во время переселения не существовало. Водохранилище наполнялось в течение пяти лет. Уровень воды поднялся на 38 метров. Жители сел, которые привыкли к близости реки, от нее и пострадали. В результате масштабного проекта по строительству Днестровской гидроэлектростанции 28 сел исчезли с лица земли. Очень тяжело было смотреть, как люди прощались. Вы знаете, для этих пожилых людей, когда они в последний раз собрались, за год до этого, как оно исчезло в 80-м году, как они падали на колени и целовали эту землю. Валентина Крыжановская была маленькой, когда семью переселили из Бакоты. Женщина вспоминает, бабушка с дедушкой тяжело прощались с родными стенами. Жили до последнего, потом приехал трактор и нам сказали, выходите, потому что будут все равнять. Взяли узелки и ушли. История Бакоты забывается и обрастает мифами. Все большую популярность приобретает природная и историческая ценность местности. Туристов манит сюда высокая каменная скала на берегу Днестра – Курник. Ее по легенде описал Пушкин в своей поэме «Руслана Людмила». А особая энергетика – скально-пещерного монастыря, первое упоминание о котором относится к 1362 году, привлекает паломников. Местные говорят, что в кельях монастыря бывали даже монахи с Тибета. Антонина Фигель, Александр Назарук, Хмельницкая область, UATV.